В Твери в преддверии дня государственного флага Российской Федерации вручили государственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в пятницу 21 августа в Большом зале правительства Тверской области, куда была приглашена и наша съемочная группа. Награда нашла своих героев. 25 мая этого года указом президента страны семья Новиковых из Твери была отмечена медалью ордена «Родительская слава». Спустя три месяца Эвелина Новикова получила ее из рук губернатора Тверской области Игоря Рудене. Новиковы воспитывают пятерых детей и в каждого ребенка, рассказывает глава семьи Алексей, в первую очередь родители пытаются вложить чувство христианского патриотизма. Конечно, направить надо детей так, чтобы они приобрели себя в окружении других людей и понимали, что это их, самих детей, это часть этого общества. Все должны участвовать в организации государства. Также пятерых детей воспитывает и семья Бодровых из Твери. Александр Бодров первым в Верхней Волжье был удостоен новой региональной награды почетного знака Тверской области «Слава отца». Как признался мужчина, для него и его дети, пожалуй, главная ценность в жизни. Ради них и живешь, ради них делаешь все. Можешь сделать то, что для себя не сделал, а для них треснешь, лопнешь, но все сделаешь. Поэтому живешь ради детишек, ради них. А это наше будущее, наше счастье. Будущее создается и другими талантливыми уроженцами Верхней Волжья. Всего награды получили около 40 жителей Тверской области. Это люди науки, искусства, культуры и других сфер. Профессор Российского государственного университета имени Косыгина, доктор культурологии Вячеслав Арабьев, только что закончил работу по созданию учебника по истории Тверского края для шестых-седьмых классов. В новом учебном году тысячи школьников Верхней Волжья будут учиться по этому изданию. Больше знаковых личностей и больше духовной составляющей. Именно это закладывал автор в свой труд. Тверитяне проявили себя буквально во всех сферах деятельности, в первых рядах, и в прошлом, и в настоящем. И духовная сфера соединяла не только части Тверской земли, но и Россию в целом. Священство Тверское всегда было не только духовное, но и патриотичное. За свою многолетнюю работу звание почетного гражданина Тверской области был удостоен митрополит русской православной церкви Виктор. Всю свою жизнь я старался стремиться к тому, чтобы воспитывать молодое и подрастающее поколение духи патриотизма и гражданства и любви к нашему Отечеству. Это очень важно, это очень важно. Особо в настоящее время, когда идет фальсификация нашей, нашей, той победы, которая была одержана в годы Великой Отечественной войны. Также благодарностями и почетными грамотами отмечен труд медиков, сотрудников МЧС, членов территориальных избирательных комиссий, и волонтеров движения «Мы вместе». Как подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя, работа всех тех, кто получил высокие награды – лучший пример для подрастающего поколения. Все, кто сегодня были удостойны наград, знаете, я могу сказать, что мы великая страна, мы великая область, мы великий народ, который называется российский народ и который называется одной большой семьей. Я всех поздравляю с Днем флага России, потому что флаг – это символ, это символ нашей страны, это символ нашей общности, это символ нашей великой истории. Кроме того, в преддверии Дня флага России восемь тверских школьников получили паспорт гражданина Российской Федерации. Как отметил Игорь Руденя, этот документ, который дает возможность активно участвовать в жизни региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова